Практическая психология Здравствуйте, в эфире программа «Практическая психология». В студии практикующий семейный психолог Надежда Бушмельева. Сегодня мы говорим о интернет-зависимостях. И раскрыть эту тему я пригласила врача, гештальтерапевта, психолога, мою коллегу Елену Шарова. Лена, здравствуйте. Здравствуйте. Вы являетесь у нас специалистом широкого профиля, но лучше всех, мне так кажется, да? Ну, по крайней мере, я так всегда, если какие-то вопросы возникают, направляю к вам, людей, связанными с зависимостями. И вот когда встал вопрос о интернет-зависимостях, да, я подумала, всё, я прямо Лену буду рада видеть в нашей программе. Что же такое интернет-зависимость? Как мы можем определить, что вот она уже развивается? Ну, я скажу такой сейчас очень сухой термин, да, то есть чтобы понятно было, что интернет-зависимость всё-таки отличается просто от увлечения интернетом. Ну, во-первых, интернет-зависимость – это своеобразное психическое заболевание, которое сопровождается бесконтрольным нахождением в интернет-сети, неспособностью вовремя оттуда выйти, отконтролировать своё время пребывания в интернете и рядом сопутствующих поведенческих проблем. То есть если человек сидит, например, 4 часа, и у него нет сопутствующих проблем в социуме, со здоровьем, то мы это ещё пока не можем относить к интернет-зависимости. Но это всё равно уже пограничное, да? Ну, скажем, да, мы можем говорить, что это человек в группе риска развития интернет-зависимости. Здесь необходимо просто человеку обратить на это внимание, особенно родителям на детей. Да. Обратить внимание и корректировать, да, чтобы зависимость не развелась. Хорошо. А вот по каким признакам могут родители определить, что всё, если мы сейчас говорим только о детях, да, или же у себя, если вы вдруг начали замечать эти самые признаки, что я в группе риска или я очень близок к этой самой интернет-зависимости. Ну, вообще тревожным звоночком по, ну, скажем, который может говорить о том, что интернет-зависимость начала развиваться, является нахождение в режиме онлайн. Ведь сейчас в интернете сидят не только с компьютеров, сидят с телефонов, ну, с различных гаджетов, да, когда человек находится в режиме онлайн, 5 часов и более. Так. А вот те люди, для которых профессия является? Вот мы сейчас немножечко это разделим. То есть вот давайте сначала про симптомы, да. То есть 5 часов и более, если он сидит в режиме онлайн. Мы сейчас говорим про интернет. Подобные формы зависимости на сегодняшний день у нас страдают в мире. Если обведётся определённая статистика, порядка 10% уже людей на сегодняшний день. Население, да. Да. Кроме того, когда идёт именно подмена, активная подмена общения реального на виртуальное, это тоже уже звоночек. То есть человек в реальности-то, да, практически не контактирует? Не контактирует, замкнутый. А в виртуальном мире он прямо очень активный, там себя как-то даже пиарит, да, а в реальности у него контактов нет. Кроме того, могут появляться признаки ломки, ну, так называемые ломки, то, что есть, называется абстиненция, да, как у любой зависимости. Как мы можем это определить? Это когда возникает раздражение, когда нет длительной возможности выходить... В социальной сети или вообще в интернет? Вообще в интернет пространство. То есть человек сидит где-нибудь, ну, к примеру, там, на вокзале в каком-нибудь там населённом пункте, говорит, ну, даже интернета нет, и начинает по этому поводу раздражаться. Или уезжает куда-то отдыхать, ну, к примеру, там, на природу, и понимает, что нет выхода в интернет, и начинается тоже вот это раздражение. У некоторых появляется даже тревога в связи с этим, что я так долго не был в интернете, а что там вообще происходит? Вдруг я что-то пропустил. Да, и человек этот пытается вот утром проснуться и сразу выходит в интернет, и чтобы всё время быть в интернет-пространстве, чтобы прямо вот... У них даже тревога снижается в этот момент. Кроме того, нарушается сон. Это тоже признак интернет, вот развивающаяся, интернет-зависимость. Человек ложится спать, не могу уснуть, говорит он, встаёт и выходит в интернет. Опять. Или лежит, включает телефон и лежит в интернете. Вроде бы, прикрываясь тем, что не спится, да, я тут... Да, я посижу в интернете. Нерегулярное питание здесь имеется в виду либо забыл поесть, либо переедание. То есть сижу в интернете, параллельно ем, причём уже не контролирую, что ем, да, вот что-то закидываю в себя и закидываю. Тут уже сразу же, наверное, и пищевая зависимость развивается. Тут много зависимостей появляется одновременно, но при этом иногда даже видно бывает, приходишь куда-то в кафе поесть, люди сидят, едят и сидят вот параллельно в телефоне, да, с кем-то переписываются. Можно увидеть так, за рулём некоторые ездят, да, постоянно сидят. Расстройство внимания, конфликты с окружающими, также готовность вкладывать деньги в интернет, то есть человек даже не представляет, как можно сэкономить на интернете. Приехал в гостиницу, будете ли оплачивать интернет? Конечно, то есть это прямо даже не обсуждается. То есть это та самая сладость, от которой я никак не могу отказаться. Да, на чём-то другом будет экономить, но на интернете нет. И я уже говорила, отказ от общения в реальной жизни, и в том числе отказ от развлечений тоже в реальной жизни. Хорошо. Лена, вот смотрите, в принципе, зависимость – это болезнь, да? Да. Но вроде бы так мы сейчас с вами идём, смотрим, да, память там хуже стала, там, внимание, настроение, эмоциональный человек, да, уже совсем не в приподнятом, да, чаще всего бывает, да? А каким-то образом это сказывается дальше на физическое здоровье? Нет, ну физическое здоровье, естественно, страдает. Только смотрите, любое психическое заболевание, мы о физическом здоровье говорим уже так. Постольку-поскольку, да? Это уже как следствие психического заболевания. Гиподинамия, да? Гиподинамия, сколиозы, варикоз там нижних конечностей, ну, эти же геморрои там, да, то есть всё, что связано с гиподинамией, конечно же, это присоединяется. Но на первом месте это психическое заболевание. И мы говорим именно о расстройствах психического здоровья в данный момент. И, соответственно, физика, она присоединяется уже позже. То есть это как последствия идут. Хорошо. Хорошо. Вот знаете, пока вы перечисляли, я прямо посчитала, у меня тоже некоторые признаки уже есть. То есть надо вовремя останавливаться. Вот возможно это сделать? Ну, давайте мы сначала разделим с какой... Вот вы задали в начале передачи вопрос, с какой целью сидеть человек в интернете. Да, да. Вообще необходимо просто понимать, что когда... Вот давайте с подростков начнём. Когда мы ребёнка приобщаем, ну, даём им возможность впервые выйти в интернет. У каждого ребёнка это свой возраст. Вообще считается, что лучше всего-то со школьного возраста, когда появляются задания, домашние задания, без которых вообще интернет... Ну, без интернета трудно их выполнить. То есть ребёнок должен понимать, что в этом есть польза. Ну, вообще в Европе, я вот знала, когда изучала тут недавно образование, да, в первом классе у них есть такое понятие, как урок интернет-грамотности. Да, да. То есть ребёнок должен изначально понимать, что это не удовольствие, это не мультики, это не какие-то там... Игры. Да, игры. А это в первую очередь польза. И когда вообще впервые человек попадает в это пространство, понятно, что сначала идёт увлечённость вот этими процессами интернета, что можно сюда зайти, здесь почитать, это узнать. И сначала это вот увлечение, это нормальный, естественный процесс у любого человека. Затем человек переключает со временем своё внимание на реальную жизнь, на реальное общение, на реальные игры. И вот тогда считается, что это уже норма. То есть человек пользуется... Умеет. Умеет переходить из реальной жизни в виртуальную, из виртуальной в реальную. Вот тогда это будет норма. Если же человек настолько увлёкся, что начинает из реального мира уходить в виртуальную, то есть общение виртуальное, фильмы только виртуально, то есть в кинотеатр никуда не хожу, Что там ещё может быть виртуально? Игр только виртуально Знакомство только Любовь находят виртуально А дальше просто доползаю, может, до постели Засыпаю, встаю, опять выхожу В этот виртуальный мир Все мысли направлены, когда же можно сесть Например, пообщаться или поиграть То есть все мысли в течение дня у человека Начинают быть направлены именно в это русло И вот смотрите, и вы практикующий человек Наверное, очень много приходит родителей Которые говорят, ребёнок вообще перестал ходить В школу, ребёнок вообще перестал Ну, общаться с нами Вот он закрывается в своей комнате Дай бог, если вышел что-то покушать И больше мы не можем Никаким образом управлять А если мы вдруг отключаем это То мы получаем истерики Ну, здесь опять же, если говорить про детей Я всегда говорю, начинаем с профилактики Очень многие родители Не думая, то есть изначально Как говорится, думай на берегу И заключай соглашение На берегу До того, как развилась болезнь То есть если вы ребёнку покупаете гаджеты А ему 3-4 года И восхищаетесь Ой, он так здорово Он так быстро всё получается Он туда зашёл И так быстро играет И так быстро ориентируется И когда нужно ребёнка как-то отвлечь Всё время ему даётся просто гаджет в руки Ну, не ждите того, что вдруг Он сам осознанно перестанет этим заниматься Скажет, заберите у меня всё Я собираюсь жить нормальной, полноценной жизнью, да? Его начинают приучать изначально, что это форма развлечения И форма именно досуга Знаете, не так давно я ездила просто на поезде И обратила внимание, что дети, маленькие трёхлетние дети Чтобы они не мешали никому в поезде Им всем суют руки гаджеты Да, главное, чтобы не кричал Вот, и я сидела и думала А что мешает взять маме сесть рядом и почитать, например, книгу Это же совместный досуг Мало того, что ребёнок развивается в это время Он вместе с мамой этим занимается Или взять какие-то игрушки и поиграть вместе Но маме проще просто вот сунуть Сидеть там, заниматься какими-то своими делами И всё, а ребёнок там, да, он тихо сидит Он никого не беспокоит Мама в стрессе, мама в дороге с ребёнком Я просто пока писала исследовательскую работу Я тоже на эти грабли наступила Потому что мне нужно было, чтобы у меня было Как можно больше времени свободного И маленькому ребёнку я, конечно, давала смотреть мультфильмы И теперь мы хлебаем полной ложкой эти процессы Потому что, а почему раньше можно было пять мультиков смотреть А сейчас только один и идти играть Вот, дальше я уже говорила, что лучше всего начинать Вот при общении к этой вот интернет-пространству Мы сейчас говорим, да, всё-таки уже с осознанного возраста Когда ребёнок пошёл в школу Чтобы он в первую очередь понимал, что это польза Контроль на первом этапе Какие сайты, какие игры Конечно же, должен быть На сегодняшний день ведь даже есть, да, специальные там программы Где можно там закрыть определённые сайты Чтобы ребёнок туда не выходил В начальной школе он ещё не знает, что можно сменить там браузер Да, через другой зайти Соответственно, вот этот контроль обязательно нужен Контроль временной То же самое Знаете, как вот ребёнок идёт гулять И ему говорят, вот 8 часов или 7 часов вечера Ты должен быть дома Здесь то же самое К сожалению То есть договариваемся Обязательно сразу же Если ты делаешь проект Да, у тебя есть полчаса Через полчаса, да, я прошу, чтобы ты вышла Просто сразу же идёт договорённость Что, вот понимаешь, вот только столько Всё Остальное время мы с тобой будем заниматься тем-то, тем-то, тем-то Ребёнок должен понимать, что после этого у него не пустота образуется А есть ещё какие-то определённые занятия Причём он будет этим заниматься с родителями Ему это будет интересно Родители же, я уже говорила, чаще всего Это же легче всего, да, так Ну, это просто такое пристранство, где Ну, и всё Он же не бегает никуда, не гуляет А то, что интернет-зависимость развивается Да, под контролем Как говорят некоторые родители Я думала, что сидит у меня тут и сидит Зато нет друзей наркоманов Не хулиганов Неизвестно же, с кем он там общается И ещё следующий момент Обязательно в семье должны быть совместные традиции Совместное времяпрепровождение Чтобы ребёнок понимал, что ему в семье интересно Что, да, вот я в интернете сколько-то посидел А что-то в семье происходит такое интересное Что я хочу быть с семьёй Я хочу быть с мамой и с папой Я хочу быть с братом и сестрой Потому что у нас есть интересные занятия совместные Да, не так, как бывает Да, в выходной все поехали на природу А ребёнок, там, подросток, например, говорит Не-не-не, это вы сами-сами Да, или наоборот Родители определяют, чем будет заниматься ребёнок Я просто приведу пример Не так давно ко мне приходила семья У ребёнка начали появляться признаки интернет-зависимости И когда спросила Что у вас есть совместного? Чем вы занимаетесь? И папа с таким возмущением мне сказал Да мы всё время ездим в сад Мы там картошку копаем, картошку садим Что ему ещё надо? Это ребёнок Ему уж точно картошку нет Интересно ли ему садить? Да, он, конечно, ест Но для него это неинтересно И поэтому, соответственно, он там старается Всяческими способами избежать этой картошки Лучше уж зайти в виртуальную вот эту реальность Посидеть с друзьями, пообщаться Ну вот тут у нас сразу же получилось Что мы вроде о профилактике поговорили Потому что если вот эти пункты соблюдать То интернет-зависимость дальше от вас уже отходит Давайте поговорим о видах Какие виды есть у интернет-зависимости? Ну, давайте про виды Да, действительно, что на сегодняшний день Вообще наукой выделяется пять видов интернет-зависимости Первое – это беспрерывное общение в чатах, форумах и в соцсетях Причём с какой целью? Расширить круг знакомств Представить себя с лучшей стороны Это, ну, скажем, такой своего рода самый безопасный вид общения Потому что можно там представить себя таким человеком, каким хотел бы ты сам себя видеть При этом не нужно развиваться, не нужно личностно расти, не нужно там себя как-то совершенствовать Ты же можешь там любую картинку поставить Что угодно отфотошопить, что угодно о себе написать И всё, да, и ты будешь представляться вот именно таким, ну, героем Кроме того, у таких людей, которые вот попадают в эту зависимость Появляется ощущение, что им всё можно и всё позволено Вот этот буллинг, который организуется Это как раз организуют люди, у которых есть вот эта зависимость от чатов, от форумов и от соцсетей Они прячутся за чужой картинкой, могут за чужим именем И начинают устраивать буллинг, то есть травлю других людей При этом некоторые, мне кажется, даже за это получают деньги У меня такое впечатление, как складывается Да, и знаете, не так давно, опять же, с одной клиенткой работала У неё погибл сын И об этом было написано в одной из наших газет кировских Не буду называть газету У них есть свой сайт, и там есть тоже форум И там организовали такую травлю её сыну Такую гадость о нём стали писать Что женщина понадобилась, мало того, что она в горе, что у неё сын погиб Ей понадобилась дополнительная психотерапевтическая помощь ещё от этого буллинга Потому что она погрузилась в такую тяжеленную депрессию Это вот как раз, да, вот этот вот Люди в зависимости, они сидят, им вот это вот ощущение вседозвольности Ну, не знаю, нет такого пока закона, который бы запрещал Я думаю, что давно уже пора подумать об этом Потому что люди травмируются от этого Причём мы это видим практически, начиная с наших детей Да, второй вид, это поиск информации Вроде бы такой безобидный вид зависимости Но чем он характерен? Это, знаете, когда человек заходит в какую-то соцсеть И начинает читать разные статьи, разные обзоры Всё подряд То есть нет какой-то конкретики, что я хочу почитать Просто читается всё подряд Что в Африке происходит Ну, то прямо как с едой, знаете Я сейчас объемся, да, объемся этой информацией Все информации А в итоге ведь токсичность какая-то, наверное, вступает Причём нет какой-то структуры и нет какой-то продуктивности И получается огромный перегруз ненужной информации Вроде так начитался, и человек, причём, выйти из этого не может Подожди, я ещё про это почитаю Ой, здесь вот ещё вот это надо почитать А ещё если, например, там тема, да Если тема, например, со всякими заболеваниями, там ещё что-то Да, в итоге потом люди ставят себе диагнозы А ещё и лечатся там же Там же Там же, где-то находят какую-то информацию Третий вид, это игромания Это самый такой, ну, известный вид зависимости, да Когда человек просто попадает в эту зависимость онлайн-игр И не может уже оторваться Ну и плюс ко всему сюда, наверное, присоединяется семейный бюджет, да Что это уже немало Ну это мы сейчас про другое скажем Это интернет-казино Мы сейчас говорим про онлайн-игр, где, ну, особо не вкладывают финансово Но они сидят там Причём это вот как раз признак того, что нет недостаточно увлечений И недостаточно каких-то совместных мероприятий именно в семье И, ну, человек находит увлечение вот здесь Вот он играет, да Там он сразу же и общается, если ещё сетевая Параллельно, ещё и знакомится Я знаю, там целая любовная история возникает в результате этого И к этой же игромании относится, когда человек сидит, например, в Инстаграме И занимается рейтингом своих лайков Или своих подписчиков А можно об этом поподробнее? Да, это тоже относится к игромании То есть это человек, который пытается приобрести популярность Ну, вот это опять же говорит про зависимость Зависимо от чужого мнения То есть человек становится зависим от чужого мнения То есть что там, когда кто-то меня оценил, кто-то мне там, да, сказал Вау, круто, да? И начинается сравнение То есть начинается сравнение, у кого больше лайков У кого больше подписчиков И людей-то начинает градировать и, ну, скажем, возводить какие-то там ранги, да В соответствии, сколько у кого подписчиков и лайков Это вообще неприемлемое, ну, скажем Особенно, мне кажется, для подростков, да? Вот тут надо нам... Ой, слушайте, и для подростков, и для взрослых Потому что, когда я слышу взрослые, что мне нужно очень много собрать лайков и подписчиков Это же, ну, во-первых, круто Это... Таких взрослых очень много Даже старше 30 лет, поверьте мне, да, прям реально ищут себе подписчиков Чтобы вот так раздуть, такой мыльный пузырь создать Что, смотрите, насколько я интересный человек окружающим При этом эти люди, которые в реальной жизни вот этого, скажем, общения имеют недостаточное, да И признания тоже недостаточно То есть, в принципе, у людей с самооценкой есть какие-то проблемы, да? С самооценкой проблема, и когда начинают еще приобщать к этому детей И говорить, посмотри, вот, а я-то, да Вот, посмотри, у тебя родители-то какие популярные за счет вот, да, вот у нас сколько подписчиков Ну, это практически такая зависимость, и ее трудно вот сразу вычленить Но они уже не могут без этого Постоянно, ну, можно просто видеть девушек, женщин В основном, кстати, это женщины и девушки, хотя мужчин тоже немало Которые смотрят, у кого сколько лайков и у кого какие подписчики Прям даже выискивают эти вот моменты И постоянно сидят, например, в этом же Инстаграме Вот, смотрите, опять-таки, да, для подростков Для них это очень важно, потому что, если, например, я выложил там красивую фотографию Там, да, я долго-долго там искала этот ракурс удобный И если, я вот, например, знаю деток, да, которые говорят Если никто не оценил, да, то для меня это трагедия Это вот тоже уже признак... Да, это признак зависимости, трагедия, что я могу себя чувствовать уверенным За счет оценки другого человека За счет признания моей фотографии, которая, может быть, там от фотошопина Там неоднократно, да Но мне нужно обязательно признание и оценка окружающих И вот в таком случае родители что должны делать? Здесь вот этот контроль за соцсетями Я вот уже говорила, что контроль в любом случае необходим Но, во-первых, не... Из позиции ай-яй-яй какой-то там, или ай-яй какая-то, да? Ну, во-первых, не пропагандировать такой образ То есть если родитель сам так себя ведет, соответственно, дети будут то же самое делать А потом родители удивляются, откуда у ребенка интернет-зависимость Почему у него пострадало внимание, память, изменилось сознание И он стал вдруг раздражительным, перестал есть и спать, да? То есть если родитель сам это позиционирует А сейчас взрослых очень много таких, которые это позиционируют Еще наоборот говорят, делай, как я Да, 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 но практически ребенок понимает, что это круто, это здорово Это первый момент То есть родитель сам не является для этого образцом На втором месте это когда ребенок получает поддержку от родителей в жизни В реальной жизни Когда родители подчеркивают его достоинства И сравнивают его не с кем-то, а с ним же самим Когда говорят, вот смотри, вот ты это сделал, и у тебя получилось лучше, чем вчера То есть идет сравнение самого же ребенка с самим Чтобы у него была ориентация на личностное развитие На личностную зрелость и на личностный рост И вот тогда у него, конечно, это... То есть меняюсь я, да? А не то, что там сколько мне лайков поставили Да, да, да Мне это все равно То есть это обращает внимание И, соответственно, развитие вкладывается в какое, где ребенок развивается Да, посещение тех же секций, кружков Ну, то есть все, что интересно ребенку, вкладываться в это И чтобы он развивался, чтобы он чувствовал это свое развитие именно в реальной жизни Не за счет виртуальных вот этих фотографий Хорошо Но я перечислю еще два вида Да, это онлайн-казино То, что мы говорили, когда вкладываются деньги Ничем не отличается от игромании, которая в реальной жизни Единственное, что там больше вкладчиков Ну, там, то есть там такая просто армия Видно, сколько людей вкладывается на этих же биржах, играют, да Плюс ко всему это еще сильнее тебя подстегивает Начинают подстегивать и кажется, о, сколько, ну, не все же дураки Все вот говорят, да, не играй, да, ну, сколько нас тут И вот это тоже зависимость достаточно серьезная Она уже идет с ущербом для семьи Потому что денег очень много уходит в эти онлайн-казино И последний вид зависимости Это стремление к просмотру взрослых фильмов Ну, я сейчас буду говорить про взрослых людей Когда там уединяется Специфичных фильмов Специфичных фильмов, когда взрослый человек уединяется И в уединении смотрит один эти фильмы, причем все подряд То есть понятно, что здесь идет уход от реальной близости Уход от реальных возможностей с кем-то познакомиться То есть человек этот практически, он становится замкнутым И там возникают проблемы еще и в сексуальном плане Не будем сегодня говорить, у нас тема другая, да Но это тоже считается на сегодняшний день Одним из видов интернет-зависимости Вот так мы и говорим Все-таки сколько благ приносит это интернет-пространство Но не будем забывать о том, что есть и другая сторона Оборотная сторона этого явления И в завершении нашей программы Я обещала, что зачитаю историю из жизни Итак, в семье есть отец, мать, сыну 13 лет, дочке 5 лет Считает, это глазами бабушки, зачитываю Бабушка считает, что у всех членов семьи есть интернет-зависимость Но каждый увлечен чем-то своим Отец после работы до глубокой ночи режется в стрелялки и танки Жена, по возможности, все время висит в социальных сетях Или смотрит сериалы там же Сын, не выучив уроки, постоянно играет После того, как начинают выключать и укладывать его спать Начинают орать дико, огрызаться И пытаются всячески навредить, например, этой же младшей Своей сестренке То есть вывести ее из состояния равновесия Дочка закатывает истерики и швыряет игрушки Если у нее выключили мультфильмы Когда вдруг родители опомнились и сказали, что пора спать Бабушка считает, что такой образ неприемлем Предлагала несколько раз его пересмотреть Но дети растут дальше Родители считают, что это вообще, бабушка, не твое дело Мы живем так, как мы можем жить и как хотим И вот бабушка спрашивает Вообще, можно ли она, как бабушка, иметь ли право Хотя бы каким-то образом влиять на детей Потому что ее убеждают в том, что не надо в чужой монастырь Мы тут так живем и у нас такой уклад Со своим уставом Смотрите, понятно, что там взрослые люди задействованы Это вот как раз тот пример, когда родители показывают пример для детей Вообще, как нужно жить Если говорить прямо, то как не нужно жить Как не нужно жить И, соответственно, все, что может сделать бабушка Это дать просто им информацию Просто сказать, любите сидеть в интернете Вот вам ссылка на статью Просто почитайте Взрослым Вот еще бабушка-то бы умела, наверное, пользоваться Например, да Потому что, ну, как вариант Или посмотрите такую-то передачу Просто посмотрите То ли не ссылаться там на общепринятые передачи о здоровье А вообще какие-то вот эти вот Неплохо было бы, да Чтобы она просто подсунула им какую-то информационную вот эту вот статью Или что-то, что-то еще Это все, что, можно сказать, в ее состоянии сделать А я когда вот слушала эту историю Записывала ее, да Я про себя думала Надо просто приходить и детей брать на прогулку Вот эту пятилетнюю девочку Еще, мне кажется, вообще можно, в принципе, увезти от этих мультиков Ну, видите здесь какой момент Это не бабушкина обязанность воспитывать детей Она может взять на себя чужую роль А потом может получить обратную связь Что ты виновата, ты же там с дочкой занималась Или с внучкой Понятно, что ее задача вернуть ответственность своим детям Своим родным детям Конечно же, она может еще плюсом сделать Там отвлечь, занять Но по всей видимости Научить Научить Чему-то Ну, там, да Какие-то дополнительные семейные игры придумать Еще что-то там, да Для детей Но вообще сложная ситуация, согласитесь, да Ситуация сложная Я сейчас не буду говорить Ну, спрашивать, почему там Ее дети, да Начали вести именно такой образ жизни Но в любом случае Все начинается со взрослых в этой семье Это с родителей Она может какую-то часть взять Организации досуга своих внуков Да, потому что они еще несовершеннолетние Вернуть, дать обратную связь детям Все Все остальное только с их согласия Ну, вот на сегодняшний день, к сожалению, да Такой закон Таким образом Да, вот И, соответственно, только эти выходы у нее Догнать и причинить добро Это не в ее силах Было бы неплохо, если бы она вот нашла в себе силы И организовала какой-то, хотя бы какой-то досуг На своей территории у себя дома Где вот она живет Ну, если она живет не со своими родными Если она живет с ними Тем более тогда у нее есть такая возможность Какой-то семейный праздник Какое-то семейное торжество Какое-то совместное семейную игру Там настольные игры Что-то еще, чтобы было общение Вот если у нее хватит на это сил И мудрости это организовать Бесконфликтно, спокойно Ребята, сегодня мы у нас с вами Сегодня такой-то день Пичем пирожки все Включая папу Да Или у нас сегодня там Последний день Отмечаем последний день осени Там рисуем листья Ну, в общем, придумать какое-то мероприятие Для всей семьи Вот если хватит у нее ресурсов собственных Тогда это, конечно, будет здорово Она немножечко семью сможет перевести Вот на этот вот, скажем Ну и, конечно же, будем помнить о том Что дети внимательно смотрят на нас Да, и они являются нашими зеркалами Потому, прежде всего Если что-то хотим изменить в своей жизни Даже связанное, например, с этим же интернетом Да, нужно начинать с себя Конечно Спасибо большое Это была программа практической психологии Сегодня мы говорили о интернет-зависимости Проговорили о том Какую же профилактику можно сделать Проговорили про виды Ну и, конечно же, про явные признаки Этого заболевания Психологического и психиатрического Так ведь можно, наверное, сказать, да? Да, конечно, да Это психическое заболевание И помогала мне эту увлекательную тему Сегодня раскрывать врач-гештальтерапевт Елена Шарова Лена, спасибо Спасибо Любви и счастья всем Всего доброго Всего доброго Практическая психология